Банковская система Украины сокращается. В стране функционирует 114 банков, 67 стадий ликвидации. Из 114 банков 41 с иностранным капиталом. Три банка в государстве получили статус системных, два государственных, один частный. Ащатбанк, Укрэксимбанк и Приватбанк соответственно. Раньше таковых было семь. В итоге сокращается число банков, как обычных, так и системных. Что это значит? Чем грозит такое уменьшение экономически? Эксперты видят в основном позитивные изменения. Эксперты находят позитивными шаги национального банка в деле реформы банковской системы. Ужесточение требований к размеру ликвидности. Резервов и капитализации банков могут сократить число игроков. Банки будут укрупняться. Сейчас именно что главное. Чтобы банки работали как кредитные учреждения. Они как средства для обналички и отмывания не всегда законных доходов собственников финансовых учреждений. Активно обсуждается проблема продажи части активов государственных банков. Речь идет об Укрэксимбанке и Ащатбанке. Это может быть доля не больше 20%. И речь идет о возможной продаже иностранным инвесторам. На самом деле я рассматриваю это как позитивное движение. И думаю, что было бы замечательно для нашей банковской системы привлечь надежного иностранного инвестора. И это был бы хороший знак для других иностранных инвесторов. Если говорить о курсах валют, то есть 27 гривен 50 копеек за доллар, то экономисты не видят предпосылок, чтобы курс менялся по объективным показателям. Экономическим и макроэкономическим. Экономический рост какой-никакой присутствует. Валютные транши продолжают поступать. Даже положительная торговая сальда имеет место быть. Оживился рынок недвижимости. Наблюдается небольшой рост депозитов. Ситуация должна быть стабильной, если ее не будут раскачивать. А на сегодняшний момент финансовые посредники – это банки, это национальный банк от имени государства, плюс финансовые посредники на наличном рынке. Благодаря вот этим колебаниям, этим кончелям, связанным с национальной валютой, они что делают? Зарабатывают денежные средства. Немаловажный фактор обесценивания национальной валюты – накрутка цен естественными монополиями, за которыми стоят олигархи. Последние предпочитают хранить деньги за рубежом. Да и по иностранным кредитам нужно расплачиваться валютой. Стоит помнить, если доллар вдруг резко скакнул, кому-то богатому и влиятельному срочно понадобился большой объем валюты. Растут цены не на импортные товары, за которые можно платить валюты, а когда растут цены на отечественную гречку, при нормальном ее урожае, при рекордных урожаях зерна растут цены на муку и хлеб. А ведь мы знаем, что деньги выводились, почему не хватает в том числе в стране валюты. Она уходит в офшоры. Уходила и уходит. И новое правительство этот, даже не ручьек, а реку не перекрыло. Ведь миллиарды долларов ежегодно уходят в офшоры. Они без уплаты налогов в Украине. Стоит также заметить, состояние системных банков постоянно отслеживается Национальным банком Украины. Немаловажным фактором является то, что депозитные вклады государственных банков гарантируются государством. В других банках украинцы могут рассчитывать на гарантированный размер вкладов суммой 200 тысяч гривен. Впрочем, никто не мешает разложить свои средства в разные корзины. Небольшой, но все-таки рост депозитов свидетельствует о том, что украинцы стали лучше понимать премудрости финансовой науки. Поводы для оптимизма есть. Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания Круг.